Ребята, всем привет, кто меня смотрит, всем, кто остаётся со мной. Я сегодня собралась ехать в библиотеку, которая находится у нас в близлежащем городке Форкс. Да, ребята, вот кому это название, скажем так, вызвало, у кого это название вызвало, скажем так, какие-то эмоции, вы абсолютно правы. Да, это именно тот городок, который стал популярен после выхода фильма «Сумерки», потому что именно в этом городке и разворачивались все события этого фильма. Я, кстати, всё подумываю снять на эту тему даже отдельное видео, потому что конкретно в городе Форкс есть даже такой туризм, называется «Twilight Tourism». Хочу узнать все подробности, что они показывают, сколько они хотят за тур и в чём, собственно, заключается этот тур. Ну, как-то всё знаете, всё проекты-проекты. В общем, пока руки не дошли. Зачем я езжу в библиотеку? В библиотеку, собственно, я езжу по нескольким причинам. Первая – проветриться. Вторая – в библиотеке намного скоростнее интернет, чем у нас дома. И когда мне нужно грузить какие-то очень длинные ролики, я туда приезжаю. Ну, и кроме того, я встретила там русскую женщину Людмилу, ну, вернее, она из Украины, в общем. И для меня это повод пообщаться со своей соотечественницей. Вот. И, кстати, хотя это совсем не кстати, вот у нас автобус стоит один доллар. Хочу показать вот такой доллар. Видите, он везде надорванный, страшный, затасканный. Мне вот такой доллар дали на сдачу в магазине. Я у мужа прихожу, говорю, что это вот, что делать? То есть у нас на Украине, если тебе такие деньги дали, это всё, это выбросить. Никто не примет. Я, кстати, делала ролик на эту тему, как мне в обменке выдали 5 долларов, ну, которые были получше, кстати, чем эти. И потом у меня их не хотели брать или хотели брать там за там 2 трети стоимости купюры. Говорили, старая купюра, мы такую по полной стоимости у вас не возьмём. Так вот здесь в Америке, ребята, деньги есть деньги. И вот сейчас я этот 1 доллар заплачу в автобусе и без проблем. Как мне говорит муж, в Америке деньги – это деньги. И в каком они состоянии, вообще неважно, и какого года выпуска тоже. Очень большой плюс, который меня радует, это то, что остановка у нас находится вот здесь прямо. То есть я спускаюсь по дорожке, у меня это занимает 2 минуты буквально, очень медленным шагом. И автобус обязательно остановится, проезжая мимо. Кроме того, как я уже говорила, автобусы здесь ходят точно по расписанию, ну, там плюс-минус пара минут. И каждый раз, каждый раз, когда он приходит по расписанию, я радуюсь несказанно, потому что вспоминаю, как у нас ходили автобусы в Украине. И, честно говоря, это постоянно стресс. Помню, я жила на посёлке Жуковского, ну, кто в Харькове живёт, тот знает, где это, и работала на Советской. И вот помню, на Советской стоишь на остановке, чтобы домой уехать, а водитель, например, подъезжает к остановке, ты там уже 20 минут простоял, замёрз под дождём, или какой-нибудь ещё снег идёт, грязно, холодно, ветрено, ты уже замёрз, как этот бобик. Так, водитель подъезжает, видит на остановке, не знаю, два человека или три, думает, нафиг оно мне надо. Вот, я уже свой план заработал, поеду домой. И вот он разворачивается и проезжает мимо тебя. А ты потом с пересадками добираешься домой. Бывает, один водитель тоже не приехал, то есть ты простоял 20 минут, маршрутки нет. Стоишь, следующие 20 минут ждёшь маршрутку. Вот, и так можно вот 40 минут простоять. И после этого водитель тоже может мимо тебя проехать и, скажем так, уехать в гараж. Поэтому здесь, конечно, каждый раз, когда автобус приезжает вовремя, я вспоминаю нашу Украину. Просто какой-то нереальный туман сегодня. Вот как будто всё, я не знаю, в дыму, плотном и густом. У нас несколько дней назад, там уже неделю назад были пожары со стороны Канады. Так тоже вот стоял такой плотный туман какой-то вот над океаном. Я говорю мужу, смотри, какой туман. Говорит, это не туман, это смог. Там какие-то пожары в Канаде. Вот. Но сегодня это нечто. Не знаю, я даже не припоминаю, чтобы зимой вот такая плотность была, что я просто даже не вижу пляжа через дорогу. Итак, вот, наконец-то, я и в Форксе. Но настроение было немножко подкорчено. Испортилось оно потому, что в окно автобуса я увидела оленя, сбитого автомобилем. И, естественно, бедное животное в небольшой луже крови произвело на меня, честно говоря, удручающее впечатление. На самом деле, в штате Вашингтон животные очень-очень часто перебегают дорогу. Это могут быть ракуны, белки, бурундуки, даже птички, выпархивающие из леса. Ну и, конечно же, это олени. Так, ну а наше видео на самом деле будет по тему библиотеки Америки. Для чего они вообще? Что же там в библиотеках? Кто туда ходит? И что делают там американцы? Специально повернула камеру на то, чтобы вы посмотрели окрестности этого небольшого городка Форкс. Будет достаточно шумно, потому что я буду ходить вдоль проезжей части. Но я думаю, намного интереснее, чем любоваться мною. Итак, лично я в последний раз была в библиотеке, когда была студенткой и писала диплом. Но, естественно, когда обучение было закончено, я перестала ходить в библиотеку, поскольку в этом отпала всякая необходимость. и вернулась я к пользованию библиотекой снова уже здесь, в США. Я предвижу удивленный вопрос наших соотечественников. Зачем ходить в библиотеку, если сейчас у нас развитый и компьютеризированный век, все есть в просторах интернета, любая информация, книга, фильм, который можно без проблем скачать и посмотреть. Это так, но не совсем. Хочу заметить, что Америка всеми способами борется с соблюдением авторских прав. И здесь вам достаточно затруднительно будет найти какую-либо известную книгу, чтобы просто ее скачать бесплатно, а тем более посмотреть какой-либо фильм, лицензионный я имею в виду. Даже известные передачи, супер популярные, вы можете нарыть только какие-то кусочки, трехминутные эпизоды. Ну, и если вы нашли 15-минутный эпизод, считайте, что вам повезло. Среднестатистический американец будет глубоко шокирован, узнав, что вы уже посмотрели фильм, который только-только еще идет в кинотеатрах, но вы уже в курсе всех его событий. В общем, здесь это так не работает. Если вы хотите посмотреть фильм, тем более какую-то новинку синематографа, вы должны или заплатить деньги за просмотр, или купить диск, или же ожидать выхода этого фильма и смотреть его по телевизору. Но, естественно, все это будет сопровождаться достаточно большим количеством рекламы, и удовольствие превратиться, скорее всего, в разочарование от просмотра. У нас же на Украине, это ни для кого не секрет, естественно, вовсю процветает так называемое пиратство. Поэтому нам вообще без проблем. Мы находим абсолютно все, что нам нужно, скачиваем все, что нам нужно, и, собственно, пользуемся всеми благами, за которые американцы очень часто должны платить. Мой муж, кстати, как большой почитатель просмотра спортканала, соответственно, соревнований по лыжному спорту, посвятил очень большое количество времени поиска в интернете данных программ, и был удивлен в очередной раз, когда на просторах YouTube он нашел подобный канал, который, по-моему, назывался «Спорткульт», и он демонстрировал все возможные интересные ему лыжные соревнования во всех интересных для него городах, и, конечно же, это был канал русский. На что мой муж мне сказал, представляешь, в Америке я вообще такого не могу найти, а у вас это вообще без проблем. В общем, он подписался и был счастлив до невозможности. Поэтому, что же такое библиотека для американцев? Это, конечно же, стандартные книги, аудиокниги, большое количество музыки, фильмов, естественно, в лицензионном качестве, компьютеры, интернет и элементарные программы, такие как Word и Excel, которыми вы можете воспользоваться. Все услуги библиотеки являются абсолютно бесплатными, ну, скажем так, за исключением принтера и сканера, за пользование которыми вы заплатите там что-то 10 центов за страничку. И вы знаете, всем, кто в США на длительное время пребывания, я думаю, имеет смысл получить карточку и пользоваться услугами библиотеки, потому что вы найдете очень много полезного для себя, и все это будет бесплатно. Получить карточку в библиотеке вы можете без проблем, для этого вам достаточно будет предоставить ID, и все, пожалуйста, пользуйтесь благами цивилизации. Каждая библиотека обладает достаточно большой информационной базой, и если вы не нашли чего-то в вашей библиотеке, вы вполне можете отыскать нужную вам книгу, диск или любой материал в другой библиотеке, заказать ее, и она без проблем, эта информация, в общем, диск придет к вам через пару дней в ту библиотеку, которая находится ближе всего к вам, то есть никаких проблем. но даже если какой-либо диск, к примеру, отсутствует в базе данной библиотеки, вы вполне можете сделать заказ, и библиотека приобретет этот диск, например, для вас, естественно, за свой собственный счет. Вы получите это вовремя, сможете воспользоваться тоже абсолютно бесплатно. Я предвижу следующий вопрос многих наших соотечественников. Например, зачем ходить в библиотеку для того, чтобы воспользоваться компьютером или интернетом? Во-первых, друзья, давайте не забывать о том, что на самом деле компьютеризация у нас началась где-то, ну, лет 20 назад. и знаете, люди такого поколения, как я, а тем более лет на 10 младше, они в компьютере, далеко не все из них имеют компьютеры, а что уже говорить о наших мамах? Наши мамы, а тем более бабушки, скорее всего, и пользоваться ими не умеют, ну, по крайней мере, их большинство. Поэтому в данном случае библиотека – это прекрасное место воспользоваться компьютером и всеми необходимыми программами. Кстати, не будем забывать о многодетных семьях. Если в семье, скажем так, 10 человек, как, например, здесь мы живем близко к индейским резервациям, и, соответственно, знаете, на каждого члена семьи не накупишься по компьютеру или ноутбуку, то, естественно, детишки, они с удовольствием прибегают в библиотеку, чтобы посидеть за компьютером, зайти в интернет, воспользоваться социальными сетями, поиграть в компьютерные игры, сделать домашние задания и так далее. Так, небольшое отвлечение. Пожалуйста, здесь, в городе Форкс, есть также все на тему Twilight Movie. также любят в библиотеку ходить люди пожилого возраста, то, что здесь называется сеньор. Эти люди, скажем так, старой формации приходят с удовольствием посидеть в библиотеку, полистать книжечки, журнальчики и просто провести время в приятном месте, потому что библиотеки это в основном всегда идеальная чистота, покой, тишина и, естественно, все удобства, а также определенный круг общения. Вот мы и добрались, собственно, до библиотеки в городе Форкс. Хочу еще также пару слов сказать о, скажем так, социальной роли библиотек в Америке. В каждой библиотеке где-то одна третья или одна четвертая площади она отводится обязательно в так называемый детский сектор. Это, естественно, игрушки, развивающие игры, естественно, детская литература и все, что связано с детьми. Очень часто мамочки могут привезти сюда детей, которым есть чем заняться, они здесь играются, в то время как мамочки могут что-то подобрать для себя. Также часто в библиотеках проводятся различного рода кружки для детей и всякие мероприятия. Ваши дети могут собираться в определенное время, чтобы здесь рисовать, читать книгу, что-нибудь лепить, обсуждать какие-нибудь темы и так далее. Я не припоминаю, конечно, но, по-моему, у нас такого нет в Украине и это достаточно печально. Также небольшая ремарка по поводу компьютерных программ и борьбы за соблюдение авторских прав. В Америке все программы, они в основном лицензированы и для вас также очень-очень большой вопрос найти что-то нелицензионное. На Украине у нас, естественно, этот вопрос решается очень легко. Вы сами знаете, как. Здесь, приобретая компьютер, вы, естественно, его приобретаете или уже с лицензионной программой, или платите за ее установку. Это такие, как Windows, естественно, вам придется заплатить какую-то сумму и даже простейшие программы, как Word, Excel и так далее. Все это будет стоить денег. Даже установить какой-то проигрыватель на компьютер, как там Windows Media Player. Поэтому, друзья, библиотеки в Америке это то место, где вы можете все это получить в одном флагоне, скажем так, бесплатно, просто потратив ваше время. Это лицензионные диски в хорошем качестве и весь материал, который вам, возможно, необходим для вашей жизни. Поэтому, я бы так сказала, библиотека в Америке это нечто другое, принципиально отличающиеся от того, что у нас в Украине в силу тех или иных причин. Внутри абсолютно ничего необычного, но, естественно, идеальная чистота, идеальные туалеты, водичка, принтер, ксерокс и, естественно, секция для детей, которую я уже упоминала. Лично я хожу в библиотеку для того, чтобы взять на прокат фильмы. Я заядлой киномам, как я неоднократно уже говорила в своих роликах, поэтому фильмы я смотрю большими количествами и покупать всего не накупишься. Поэтому для меня библиотека это отличный вариант, где я могу найти абсолютно все, что мне интересно, вплоть до новинок, в отличном лицензионном качестве. Естественно, помимо удовольствия просмотра фильмов, я их использую для дополнительного обучения английскому языку. Смотрю я их всех на английском с английскими субтитрами, что мне помогает продвигаться дальше. Вот это перебегали дорогу. How many was? Like two or three? Было три, ребята. Ребята, сейчас август и какой-то, не знаю, сезон тумана. Вот показываю дорогу, мы сейчас едем просто в какой-то пелене. И вот здесь еще ничего, а есть места, вот иногда он как-то как облаком этот туман находит. Просто въезжаешь в какую-то пелену и не видно ничего. Муж говорит, что иногда вот этот август сезон они называют как фоги сезон. Yes? Фогест. А, фогест. Не как огест, а как фогест. а когда ухо, а есть Аргуст. А аргуст. Аргуст. Аргуст.